Всем привет! Моя собака заболела. Я столкнулся с такой проблемой и инфекцией впервые в жизни и ни для кого не секрет, что творится в мире в этом году, этой осенью. Все мы знаем, что если я назову инфекцию, видео заблокируют, либо его не будут рекомендовать. А чтобы видео посмотрело как можно больше людей и защитило своих питомцев, рекомендуйте видео в своих социальных сетях. Это видео не будут распространять. Я даю 100%. Так вот, мы все слышали, что эта, эта инфекция у собак была выявлена вирусологами Германии еще в конце 20 века. Ветеринарное общество сегодня сообщает открыто, количество зараженных собак, инфекцией, которую нельзя называть, только на территории России составляет 60-65%. Симптомы проявляются неотчетливо и у каждой собаки по-разному. У некоторых периодически вспыхивает расстройство стула, у других состояние становится пассивным и сильно теряет вес. Третьи собаки просто чхают и кашляют. А вы заметили, что людей с собаками на улицах не стало меньше? Умные розетки, умные светильники, умные микроволновки, умные холодильники, умные браслеты, все умные один ты, сука, тупой. Вот и я вижу, что их стало только больше, так как многие люди вначале делают, а потом думают. Мы же не только подумаем, но и разберем ситуацию на моем примере. Это очень важный блок. Мы сдали все мазки и анализы. Они подтверждают факт заражения. И именно так мы попали на трехнедельный карантин. Именно поэтому мы будем заниматься лечением, отвечать на ваши вопросы и готовить новый проект. Пожелайте нам скорейшего выздоровления и поддержите видео лайком. Сейчас я все расскажу. Все началось с легкого заболевания по типу простуды. При проведении утреннего осмотра собаки я обнаружил следующие признаки заболевания у своего питомца. Проявилась слабость и апатия. Отказ от еды. Началась неукротимая рвота, которая перешла в жидкий понос желтовато-оранжевого оттенка. Все мы знаем, смотрели мои предыдущие видео, где я объяснил. Лечение в случае сильной рвоты жидкого поноса нужно начинать незамедлительно. При этом также возможны и другие признаки заболевания. Например, побледнение слизистой пасти, обезвоживание организма, утрата жидкости. Интоксикация, быстрое похудение, высокая температура животного до 41 градуса. Отхождение водянистого стула с резким запахом зеленоватого или желтовато-оранжевого оттенка. Заболевание протекает в разных формах. Бывает респираторное, бывает кишечное. Респираторное она по типу простуды, как воспаление легких. Или же кишечное с нарушением функции ЖКТ, симптомами острого энтерита. Сам вирус воздействует на организм собаки следующим путем. В первую очередь он поражает сердце собаки и органы дыхания. Затем провоцирует истощение, обезвоживание организма и воспаление ЖКТ. Также вирус способен причинить организму животного непоправимый вред вплоть до гибели при отсутствии своевременного лечения. Также возможны следующие пути заражения. Например, воздушно-капельный путь. При прогулке с собакой на улице или при выходе в лифт жилого дома у любых питомцев происходит контакт с инфекцией. Также, как и у людей, вирус устойчиво заселяется в организм. И всеми путями устремляется в эпителий кровеносных сосудов. Затем стенки тонкого отдела кишечника. Потом внедряется в клетки, создает свои копии. Провоцирует нарушение внутренних органов. Повреждение слизистых оболочек с расслоением очагов некроза и эрозивных образований. Врачи сообщают. Продолжительность инкубационного периода, скрытого течения болезни, от 8 до 10 дней. Примерно через это время, с момента заражения у собаки, проявляются очевидные симптомы. Группу риска составляют. Молодые щенки до 5 месяцев с ослабленным иммунитетом. Все собаки любых пород, которые старше 6 лет. Собаки, чей иммунитет нарушен любыми заболеваниями. И вроде как нам надо переживать по поводу перекрестного заражения. Но этого делать не стоит. *** у собак не передается человеку. Это исключительно собачий вирус, а точнее его форма. Также он не распространяется на других животных в доме. За исключением других собак, которые живут вместе с вами. Только ветеринар назначает лечение. Никакого самолечения быть не может. Но при этом специфическая терапия не предусмотрена. Первая задача лечения – снять неприятные симптомы и поспособствовать укреплению и повышению иммунитета. Слишком ослабленным питомцам показана диета для восстановления основных функций внутренних органов. Вводится полный карантин на любую собаку до 3 недель. Животное, которое заболело, полностью изолируется от здоровых питомцев. И не выводится на улицу для выгуливания, прогулок или обучения. Поэтому мы заказали пеленки и начали приучать собаку к ней с первого дня карантина. Так как наша собака дома в туалет не ходит и никогда не ходила. Помимо того, анализы и мазки придется сдавать каждую неделю. При этом врачи рекомендуют. Иммуномодуляторы, витаминные комплексы, сорбенты при сильной интоксикации, Спазмолитики для снятия спазмов и болей, Капельницы с физраствором при признаках обезвоживания, Крововосстанавливающие средства при геморротическом гастроэнтерите, И еще антибиотики в случае присоединения бактериальной инфекции. Опытные собаководы знают, что уже давно есть вакцина от инфекции, Которую нельзя называть, так как видео заблокируют, Но прививать именно от этого вируса нет никакой необходимости, Так как эффективность данной вакцины минимальна. Питомец не сможет заразиться человеческим вирусом, Так как я сам переболел и он был рядом со мной. Прошел месяц и теперь я сделаю все, Чтобы малыш поскорее поправился и не разносил болезнь на других собак. Соответственно, если иммунитет сильный, То собака быстро идет на поправку. Но если при всех условиях и полноценном уходе смертность доходит до 95%, Особенно у щенков и взрослых собак, Стоит задуматься, стоит ли выходить на улицу и как относиться к данной ситуации. Опасность вспыхивает в первые 2-4 дня с момента заражения. Соответственно, если вы заметили обезвоживание у питомца и ничего не сделали, Может наступить остановка сердца. При этом возможны последующие осложнения. Такие как пневмония, парвавирус или даже чумка. Или чума. Крайне важно делать все прививки своевременно. Если у собак появились первичные симптомы, То нужно срочно показать собаку ветеринарному врачу. При полном выздоровлении антител хватит, В лучшем случае на 6 месяцев. А затем история может повториться снова. Уберечь питомца от этого вируса, А также не заразиться самому, Это главная цель каждого человека на сегодняшний день. Мои рекомендации. Важно соблюдать осторожность И придерживаться определенных правил гигиены. В первую очередь, не давайте своей собаке приближаться к бродячим животным. Далее, полностью исключите контакты своего питомца с дикими животными. Такими как белки, крысы, птицы и так далее. Мойте руки всякий раз, когда контактируете со своей собакой. Помните, что не только на шерсти или лапах она может принести С прогулки вирус домой, но и на слизистых оболочках. Полностью исключите общение собаки с другими людьми, Не являющимися членами вашей семьи. Пусть это знакомые, соседи или просто прохожие на улице. На прогулках или выгуле не подходите к знакомым собачникам, С их питомцами не контактируйте. Не подходите даже близко. Поздоровайтесь и пообщайтесь издали, соблюдая дистанцию минимум в 3 метра. Пока эпидемия не закончилась, не рекомендую давать собаке в пищу мясо. Также дикое мясо, если вы занимаетесь охотой. Используйте только сухие или влажные корма для собак. Мойте лапы, живот и морду сразу же после прогулки. Соответственно, после мытья мы сушим лапы и далее обрабатываем их антисептиком. Нужно выбрать такой антисептик, который не сушит кожу собаки, кожу лап, соответственно, слизистые. Для этого отлично подойдут влажные салфетки, которые продаются в зоомагазинах специально для собак. Обязательно подстригайте когти питомцам. Поддерживайте иммунитет собаки с помощью регулярных прививок, хорошего питания и витаминов, назначенных лечащим ветеринарным врачом. Если у вас все хорошо и вы выгуливаете свою собаку каждый день, рекомендую выгуливайте свою собаку только на поводке. Никакого свободного выгула и контакта с другими животными быть не должно. До того, пока ситуация не закончится. А когда она закончится, тысячу раз подумайте, Стоит ли вам отпускать собаку в условиях современных городов на свободный выгул? На открытой территории или на закрытой территории? Опасно это или безопасно? Решаете только вы. Но в принципе я не рекомендую свободный выгул как практику, за исключением частного сектора и полного ограждения собаки от внешних опасностей. А также питомцев мелких пород, которые приучены ходить в лоток дома во время карантина, лучше вообще не выводить и не выносить на улицу, так как при входе в лифт есть вариант заражения. Я уже неоднократно видел на улице людей, которые надевают маски на мордочке своих любимцев, которые купили собачьи респираторы и заставляют собак их носить. По ответу нашего врача я лишь укрепил уверенность в том, что подобные меры крайне излишни. Собака при ношении закрытых средств индивидуальной защиты испытывает серьезный стресс. Прогулка превращается в настоящую пытку. Именно поэтому данные методы бесполезны. Именно поэтому данные методы никто не рекомендует. А все ученые говорят, что данные средства защиты не спасают вас от заболевания, а наоборот делают все, чтобы вы не заражали окружающих. Дыхательные пути собаки или котика, неважно, любого возраста, любой породы, несовместимы с тем, чтобы их закрывать маской или респиратором. В том случае, если у вас все хорошо, вы не закрываете собаку, вы ходите на улицу, соблюдаете все правила гигиены, вам необходимо защитить лапы животного. Если вы не успели купить своему питомцу ботинки, закажите их прямо сейчас. И я советую обратить внимание на одноразовые резиновые носочки, которые можно выбросить после каждой прогулки. Стоят они недорого и в интернете достаточно распространенная тема обувь для собак. Но если у вас нет возможности купить обувь для своего питомца, можно сделать сапожки своими руками. Небольшие пакеты для запекания отлично подойдут для таких изобретений. Во-первых, они двухслойные, во-вторых, достаточно крепкие. К такому пакету нужно взять 4 канцелярские резинки. Только не стягивайте лапы собаки резинками слишком туго, чтобы не перетянуть кровеносные сосуды и не причинить собаке боль. Берегите себя, носите маску. И помните, все заговоры, все шуточки закончатся тогда, как только проблема постучится в ваши двери. Каждый день я буду рассказывать о том, как протекает болезнь. Что мы будем делать для того, чтобы собака поправилась? Внимательно следите за информацией в аккаунте Яндекс.Дзен. Лучший друг человека. Где это? Ссылочка в описании, либо в шапке профиля называется аккаунт Лучший друг человека. Так как в ютубе я не могу писать в сообществе все свои наблюдения, и что я делаю в связи с тем, что правила ютуба ограничивают мой канал в данный момент. В связи с тем, что у нас низкое количество подписчиков. Поэтому вся история болезни будет на портале Яндекс.Дзен. И это не реклама, просто чтобы вы знали, если интересно, где вы можете прочитать всю основную информацию. Также, возможно, что-то выйдет в нашем телеграм-аккаунте. Называется также Лучший друг человека. Хочу сказать вам спасибо, что следите за каналом. Спасибо, что распространяете другие видео в своих социальных сетях. Делитесь ими с друзьями. Так как это помогает развивать наш канал. Развивать полезную и важную информацию, которую должен знать как опытный, так и начинающий заводчик собак. Распространив это видео, вы поможете сократить риск заболевания других собак. Возможно, кто-то начнет относиться к этому по-другому и сможет защитить свою собаку. И не будет водить свою собаку, которая инфицирована, которая заболела на улицу, чтобы заболели другие собаки. Я от себя поговорил с соседями, поговорил со всеми знакомыми, что произошло и что случилось. Чтобы люди какое-то время ограничили себя в передвижениях. Так как инкубационный период, он незаметен. И я не знаю, сколько собак заболело. Так как нас заразил кто-то. И мы, скорее всего, за инкубационный период заразили кого-то. Блять, это пиздец! Это пиздец! Помимо этого, я обзвонил и посетил лично десятки различных ветеринарных клиник. Пообщался с врачами, которые занимаются лечением инфекционных болезней у собак. Сделал выводы и донес их вам. Поэтому важно распространять видео. Неважно, есть у тебя собака или ее нет. Ты опытный заводчик с 10-летним стажем. Или ты только начал свой путь развития вместе с собакой. Это не так важно. А важно то, что только объединившись и поделившись информацией, мы сможем предупредить и приостановить вспышку заболевания собак. Всех благодарю за просмотр. Друзья, зрители, новые зрители, как только мы поправимся, заново выйдем в эфир. Пока я буду писать в статье Дзене и отвечать на ваши вопросы. Всех благодарю за просмотр. Кто не подписан, подписывается. Кто не оценил видео, оцени так, как считаешь нужным по достоинству. А мы не прощаемся. До скорой встречи.